Я сейчас подойду с позиций хорошего школьника. Вот что такое хороший школьник? Это человек, который умеет делать научные открытия, не зная при этом наука. Правильно, да? Томный школьник, гениальный ребятник. Требую, пожалуйста, скажи внешний автоморфизм для группы перестановок на шести элементах. Он думает, думает и говорит. Легко. Беру число 1, рисую вокруг него правильные пятиугольники. Просто потому, что хороший школьник верит в красоту мира. Верит в то, что не может быть плохо на свете. Так, ему надо из одной штучки, из АВ, ему надо делать АВ, ЦД, ЕФ. Вот у него есть, а это 2, 3, 4, 5, 6. Делать лишь. Цифр 1, 2 перейдет в 1, 2, 3, 6 и 4. А просто потому, что красиво. Я думаю, вам расскажу на лучшее, какое-то смысл и так далее, и будет все намного понятнее. А вот сегодня просто из соображений красоты. А скажите, пожалуйста, а куда перейдет 1, 3? А куда перейдет 1, 4? 1, 5? 1, 6? Как вы думаете? Из соображений красоты. Куда? Ну, легко. 2, 4, 5, 6. Легко, легко. Легко, легко. После того, как вам сказали, легко. 1, 3 перейдет в 1, 3, 2, 4, 5, 6. Конечно. 2, 4, 5, 6. Ребята, потому что 1, 3 у нас перпендикулярны вот эти два отрестка. Понимаете, где это? Отлично. А к 1, 4 кто перпендикулярен? 5, 3 и 2, 6. 2, 6 и 5, да? Замечательно. А кто к 1, 5? Как пендикулярен? 4, 6 и 2, 3. 2, 3, 4, 6. Отлично. А кто к пендикулярен? 2, 5, 3, 4. К 1, 6. 2, 5 и 3, 4. Так вот, я утверждаю, что любому перестану из 4. Можно, во-первых, представить в виде произведения вот этих вот 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так что на самом деле я знаю, куда перейдет любая. И я утверждаю, что это действительно автоматизм. Ребята, смотрите пожёстко. Это были циклы каждой километра. В квадратную возведешь, и получаешь даже деснительство. Отлично. А это циклы не длиной 2, а это каждый раз 3 двойных цикла. Да? Но тем не менее, такой первый проверку это проходит. Это в квадрате единица, и это в квадрате единица. Замечательно. Простите, а как доказать, что это действительно безумно? Легко. Группа на шести элементов состоит из шесть факториалов. Семьсот двадцать элементов. Соответственно, пары элементов. Каких-то там жалко. Четыриденадцать тысяч, да? Спокойно. Выписываем все пары элементов. Четыреста девяносто тысяч строчек. Каждый элемент надо выписать при этом через вот эти штучки. Проверяем, и все получается. Жалко, что четыреста девяносто тысяч операций. На компьютере это даже быстро. Конечно, хотелось бы нам с вами все-таки, не проверяя четыреста девяносто тысяч операций, проверить, что это действительно автоматизм. То, что он внешне, повторяю, к сомнению не вызывает. Правда? Правда? Внутренний автоматизм. Это была вот такая вот перемена местами в любой циклической, в любой такой росписи на циклы, надо просто там заменять циклики. А это, конечно, не что. Так вот, ребята, на самом деле, мне кажется, что наиболее понятный способ доказательства состоит в том, чтобы понять, как вообще симметрическая группа, может быть записана при помощи, так называемых, образующих и соотношениях, и доказать, что вот эти вот штучки удовлетворяют тем самым соотношениям. Пожалуй, мне кажется, что это будет такой наиболее, наиболее разумный способ, да? Кто-нибудь знает способ записать симметрическую группу? Какая там наиболее понятная система образующих соотношений? Знаете ли это? Полезно знать. Самая естественная, самая понятная система – это вот какие образующие. Это 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5 и 5, 6. Ребята, в любой симметрической группе, ну давайте, например, в симметрической группе, которая S3, да? В симметрической группе S3 есть вот такая приставка и есть такая. А, оказывается, что эти элементы, давайте для краткости, вот это вот обозначим А, вот это вот обозначим Б. Эти элементы удовлетворяют на следующем соотношении. А в квадрате равняется единице, равняется Б в квадрате. И при этом АПА равняется БАВ. Я это, заметьте, пожалуйста, еще не доказал. Но это стандартный факт из теории группы. Более того, это любимая стандартная олимпиадная задача. Конечно, для детей ее всегда формулируют так. В некотором языке, тумба, юмба, бумба. Принято любые две буквы А, или писать, или не писать, и это ни на что не влияет. Любые буквы Б можно писать, можно не писать, рядышком, это ни на что не влияет. А также, когда видишь АВА, это можно заменять на БАВ и на ОБАВ. Я от этого смысл слова не имею. Сколько в этом языке равен всего? На самом деле, это, ребята, стандартная задача. Именно о том, как задавать группу С3 при помощи образующих и соотношений. Согласны? СО, ОТ, НО, ШЕ, НИ. Группа С3. Группа перестановок на трех элементах. Можно задавать образующими двумя буквами А и Б. И вот этим списком соотношений. Это полный список соотношений, ребята. Если буквы удовлетворяют ему, то они задают в точности эту самую вашу С3. Так, теперь, я это еще не доказал, заметьте. Теперь давайте я объясню вам, что это С4. Какие там будут? Бывают 1, 2. 2, 3. 3, 4. И на них соотношения. Они будут очень похожи на эти. Надеюсь, вы сейчас поймете. Значит, А в квадрате, Б в квадрате и С в квадрате, это по-прежнему единицы. А, Б, А, это по-прежнему что? Б, А, Б. Б, С, Б, это что? С, Б, С. Это С, Б, С. А вот теперь еще одно соотношение. На буквы А и С. А, С. Что? А. Что делает А? Меняет местами звук в двойку. Что делает С? Меняет местами звук в двойку. Тройку четвертую. Тогда значит, А, С. Б. А, С равно В. Равняет С. Б. Нее, такого не В. Что? Еще раз, что такое А и С. А меняет местами звук в двойку, С меняет местами тройку четвертую. То есть, Вы Sami�WWW там и там. Но как ты менял? Сначала здесь, там. или сначала там, потом здесь, это совершенно не важно. Они не зависают. Что? Просто они действуют на разных множествах. А действует на числах 1, 2, а С действует на числах 3, 4. Так вот, ребята, все ли понимают, какой полный список соотношений на этих? Какие образующие я знаю, как их решили? 1, 2, 2, 3, что еще? 3, 4, 4, 5, 5 и 5, 6. Отлично. Какие соотношения? Если их обозначить, то здесь есть фокус. А, Б, С, Д, Е. Какие соотношения? Какого типа? Во-первых, каждый в квадрате равно чему? И. Равно единице. Пишем. А квадрат, Б квадрат, С квадрат, Д квадрат и Е квадрат. Это единицы. Заметьте, ребята, это сейчас очень легко все получится, что действительно единицы. Вот эти вот элементы, это не те, которые здесь выписаны. Еще раз, смотрите. Здесь выписаны 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6. А я выписываю. Дело в том, что, ребята, если честно, я просто не помню, какой список соотношений на эти элементы. Я просто наизусть помню вот эти. Потому что так называемые группы кос в математике есть, в которых те же самые соотношения, кроме того, что нет вот этого, про квадрат. И вот этот список соотношений группы кос, он настолько важен, настолько его все наизусть знают, что, если честно, не очень хочется, что другую учить. Итак, про квадрат я написал, да, это семейная часть группа, она должна быть, квадраты должны быть. Итак, что у нас еще? А, Б, А это Б, А, Б, да? Слушайте, можно я дальше не буду? Именно ввиду, понятно, что Б, С, Б это С, Б, С, да? С, Д, Ладно, что я пишу. С, Д, С это Д, С, Д. И, наконец, Д, Е, Д это Е, Д, Е. Ранее? Так, и кроме этого, что еще важно? А, С равно С, А. Что еще? А, Д равно С, А. А, Е равно Е, А. Понимаете, Е? Б, Д равно Д, В. Что там? Б, Е равно Е, В. И, С, Е равно Е, С. Это естественный список соотношений. Если буквы не соседние, то они не будут. А если буквы соседние, то у них такое гиброе соотношение. Типа А, Б, А равно Б, А, Б. Так вот, ребята, ну, конечно, надо доказать теорию, да? Про то, что семейная часть группы задается именно такими образующими соотношениями. Ну, это отдельная тема. Это я сейчас точно не буду делать. Это в следующий раз. Вот. А вот представьте себе, что если эту теорему я знаю, как вы думаете, способен я тогда доказать, что вот такое отображение действительно является внешним астоморфизмом в УПС-ШИБА? Почему? Потому что я приспокойно сейчас могу вычислить, что такое элемент 2,3. Ну, смотрите, 1,2. У меня уже написано, что это такое, да? Отлично. А откуда появляется элемент 2,3? Вообще, кстати, интересный вопрос. Вы это понимаете или нет? Как элемент 2,3 выразить через 1,2 и 1,3. Или это все пустой зуб для вас было? Можно менять местами единицу двойку, можно менять единицу тройку. а надо поменять местами двойку, тройку. Будь добрый. А то я все говорю, там, сопряженные, сопряженные. Вы же чуть-чуть, понимаете? Вот здесь, называйте, что ты заблудился? 1,2. 1,3. 2,3. Еще раз. Как получить 2,3 через 1,2 и 1,3? 1,2, 1,3. 1,2, 1,3. 1,2. 1,2, конечно. Ребята, это и называется сопрячь. Ведь что значит сопрячь этой штукой? Значит, в этом цепле единичку заменить на двойку. Проверьте, пожалуйста. Научиться считать в этих перестановках. Вот берешь число 1. Сначала оно перешло в двойку, потом вернулось на место. Замечательно. Вернулось на место. Берешь число 2. Перешло в единицу, потом в тройку. Все, 2 пришло в тройку. Берешь число 3. Перешло в единицу, потом в двойку. Все, тройка пришла. Увидели? Увидели. Отлично. А теперь вопрос. Как узнать при нашем отображении, куда перешло 2. По определению гомоморфизма, куда должно перейти 2. надо посмотреть, куда это перейдет, куда это перейдет и куда это перейдет. Куда перейдет 1, 2? 1, 2, 3, 6, 4, 5. Куда перейдет 1, 3? 1, 3, 2, 4, 5, 6. Куда перейдет 1, 2, 1, 2, 3, 6, 4, 5. 1, 2, 3, 6, 4, 5. Господа, мы знаем, как быстро это считать. Это же на самом деле вот эта штука, сопряженная при помощи этих. Значит, что надо сделать? Надо выписывать вот это, только каждый раз заменяя цифру. Вот так, единицу надо заменить на двойку. Тройку надо заменить на шестерку. Двойку заменить на шестерку. Четверку заменить на пятерку. Пятерку заменить на четверку. И шестерку заменить на тройку. Замечательно. Мы узнали, куда перешло 2, 3. Слушайте, ребята. Ну, вообще-то оно в квадрате точно дает единик. Правда? Замечательно. Замечательно. А теперь интересный вопрос. А если этот элемент мы посмотрим в качестве b, а вот этот элемент мы посмотрим в качестве a. Как вы считаете, то соотношение a, b, a равно b, a, b. Будет верно или нет? Куда же оно денется? Куда оно денется? Давайте я его, конечно, напишу. Так, ребята, категорически настаиваю, что вы сейчас это тоже напишите, потому что моя цель сейчас состоит в том, чтобы научить вас просто эти перестановки перемножать. Поехали. Что такое a, b, a? Нет ничего проще. a это вон она. 1, 2, 3, 6, 4, 5. a это вот это. Что такое b? Это вот и это. 2, 6, 1, 5, 4, 3. Что такое a опять? Это 1, 2, 3, 6, 4, 5. Отлично. Что такое b, a, b? 2, 6, 1, 5, 4, 3. Теперь a пишу. 1, 2, 3, 6, 4, 5. И теперь опять b пишу. b это 2, 6, 1, 5, 4, 3. Это, конечно, на первый взгляд ужас какой-то. Ну а давайте посмотрим, что это такое на самом деле. Посмотрите. Как берешь единицу. Единица перешла в двойку, в шестерку и в тройку. Все, единица перешла в тройку. Внизу единица когда перешла? В пятерку, в четверку, в тройку. Все, единица перешла в одно и то же. Теперь смотрим за тройкой. Тройка перешла сначала в шестерку, потом в двойку и в единицу. Все, тройка в единицу. И внизу тоже. Тройка перешла в четверку, в пятерку. Вот это дальше. И в единицу. Отлично, все, 1, 3. Слушайте, ребят, если честно, никакого энтузиазма дальше этим заниматься нет, потому что ввеляю в вас все-таки помню. Понятно, да? И вот, то есть, я вам сейчас даю с ним такое, что называется, доказательство методом сильного школьника. Что такое сильный школьник, Данкович? Это человек, который догадался до красивой категории. И он знает, как задается симметрическая группа при помощи образующих ей соотношений. После этого он просто смотрит, куда переходят эти элементы, проверяет, что для полученных элементов действительно выполняется все, ну и, чтобы радостно говорить, что значит все, значит, не будет. Построен такой вот замечательный автоморфизм группы наших еленов. Разумеется, любой евроист вам скажет, что когда вы не гадили на такую красивую картину, это скорее всего означает, что за всем этим есть такая искрительная структура, которую вы просто пока не поняли. То есть должно быть доказательство, которое, заметьте, я здесь немножко спухлевал, я, кстати, должен проверить для следующих, для следующих, хотя наоборот все то же самое по симметрии, но все-таки строго, да? И я про образующие соотношения тоже на самом деле не могу, я об этом еще не рассказал. Должно быть доказательство более короткое и, главное, гораздо более идейное. Давайте я сейчас его просто, что это два слова вам скажу, а, соответственно, в следующий раз и про образующие соотношения подробно поговорю. Давайте возьмем симметрическую группу на пяти элементах. Скажите, пожалуйста, сколько в симметрической группе на пяти элементах существует элементов порядка пять? Сколько в штуках? Итак, вот это доказательство, это будет чисто счетное, выписываешь, выписываешь, в конце этого все получается, да? Вот, а теперь идея научного доказательства. Скажите, пожалуйста, если у вас есть группа не S6, а S5, сколько в ней элементов в пятом порядке? Ну, как вы считаете? Сколько штуков? И что цикл элементов в пятом порядке? Это цикл, в котором сколько элементов? Пять. Пять. Так, сколькими способами можно написать? Сюда пять в порядке, сюда четыре, сюда три, сюда два, сюда один, сюда сколько? Писк царя. Это сто двадцать, Это сто двадцать, да? Но, когда вы пишите цикл, то на самом деле можно считать, что на первом месте написано двинница, потому что прокручивать его, от этого ничего не меняется. Поэтому неправда, что это такое. На самом деле двадцать четыре элементов пятого порядка в симметрической группе S5 ровно двадцать четыре штуки. Замечательно. А теперь, внимание, как выглядит любая такая штука? Вот у нас есть измеченный элемент группы. Есть элемент А, А в квадрате, А в кубе, А в четвертой. Это одна штука. Есть другое. Б, Б в квадрате, Б в кубе, Б в четвертой. И вот таких вот колечек сколько лучше? Двадцать четыре. Ну-ну-ну-ну-ну. Это вот этих очень двадцать четыре. Да, да. А колечек сколько таких? Шесть. Шесть. Двадцать четыре делить на четыре шесть. В S5 ровно шесть подгрупп, каждая из которых состоит из пяти. Отлично! А теперь внимание. Вы понимаете, что группа S5 действует сопряжениями на своих подгруппах. Что такое сопряжение? Помните сегодня? Уже забыли? Ну, но это эти. Вот берете вот эту подгруппу и всю ее вместо Б в квадрат и группы в четвертой пишете Ж, Б, Ж, минус первой, Ж, Б квадрат, Ж в минус. Понимаете, да? Она же пред... Группа S5 действует сопряжениями на своих таких подгруппах. Ребята, а их шесть штук. Значит, S5 действует на множестве из шести элементов. Это потрясающая штука. S5 действует перестановка, как это имеется, сопряжение, да? Как-то она их представляет между собой. Действует на множестве из своих пятиэлементных пятиэлементных подгруппах. Замечательно. А что это такое, когда группа S5 действует на шести точках? Это значит, у вас на самом деле есть гоморфизм из S5 в S6. Вы сумели вложить эту группу сюда. Вы, впрочем, не ответите. Тоже мне затянули. Берешь точку 6, говоришь, чтобы она никуда не дергалась, а остальные этой точке переставляешь. Вот тебе подгруппа S5 внутри S6. А здесь совсем другое. Дело в том, что у нас вот это множество, оно так устроено, что там нет такой точки, которая под действием S5 все время стоит на месте. Это, так называемое, транзитивное действие. То есть любая из этих шести может быть переведена сопряжением в любую другую. А это здорово. Это мы нетривиальным образом сумели расположить S5 в вот этой группе. Заметьте, пожалуйста, как только я вам это в следующий раз объясню, вы и слово действует на множестве поймете гораздо лучше и так далее. Замечательно. Значит, я сумел хитрым образом расположить S5 в множестве S6. Замечательно. Ну, а дальше все легко. Дело в том, что как только у вас есть подгруппа, скажите, пожалуйста, какой индекс S5 S6 S5 это 120 элементов S6 это 720. Отношение количества сколько? 6. 6. А у меня есть смежный класс. Это мы учили. Помните? Для любой подгруппы есть смежный класс. И значит S6 действует. Меняем сами эти самые смежные классы. Действует сдвигаем. Как ей положено действовать на смежных классах. И это и есть тот самый нетривиальный автоматизм. Потому что она переставляет эти самые смежные классы, но когда вы берете элементы, 1,2 из группы S6, то этот элемент при этом переставляет между собой не два смежных класса, а сразу все шесть вот такими парами. семья. Спасибо. Продолжение следует...